Всем привет, друзья! Меня зовут Матвей Северянин. Сегодня поговорим о том, как сделать источник денег из вашего YouTube-канала буквально за несколько минут. Поехали! Итак, есть несколько причин, почему ты, скорее всего, не зарабатываешь сейчас на своем канале на YouTube. Первая причина – это у тебя мало просмотров. Я знаю примеры каналов, которые зарабатывают, имея три просмотра на видеоролики. Ну, например, это канал про недвижимость в Казани, когда человек вводит купить дом в Казани, попадает на ролик, и из трех человек один покупает дом. Это реальный пример. У нас такое было после моей консультации. Мы оптимизировали парню канал, и он, получив мало просмотров, начал получать целевых клиентов с YouTube. Если вам это интересно, обращайтесь в личное сообщение, обсудим, расскажу, как это делается. Но в целом, по-простому – мало просмотров. Следующая причина – плохая ниша. Если ты выбрал неправильную тематику для канала, которая сейчас неактуальна, которая приносит мало денег почему-то, то, скорее всего, ты не будешь зарабатывать на канале. Об этом мы сейчас поговорим подробнее. Ну и третья причина – не пытаешься продавать. Дело в том, что есть несколько способов заработка на YouTube. Я очень много об этом говорил, не хочу повторяться. Заработок с помощью партнерской программы непосредственно Google, или это медиасети, это, в принципе, плюс-минус один и тот же способ заработка, просто там есть нюансы. Заработок на продаже каких-то своих товаров и услуг, и заработок на рекламе каких-то чужих товаров и услуг. Если ты не пытаешься продавать свои товары и услуги с канала, и не пытаешься рекламировать кого-то еще, то, скорее всего, ты не зарабатываешь. По крайней мере, если ты в России. Итак, как лечится такая болезнь, как мало просмотров на видеоролике? Мы всегда, когда приходим к клиенту, и у клиента мало просмотров, делаем такую ревизию канала. Вы помните вот эту историю? К вам едет ревизор. И вот мы приходим и начинаем выяснять, в чем же проблема. Первое, на что мы всегда смотрим, это удержание аудитории на текущих видеороликах. Простой пример. Если ролик идет 2 минуты, а его смотрят 10 секунд, значит, в ролике что-то не так. Значит, в ролике какой-то плохой ведущий, плохой свет, плохая камера, плохая идея. То есть, почему-то ролик не удовлетворяет потребности клиента, потребности зрителя, который на этот ролик нажимает. Мы смотрим аналитику аудитории, и второй момент, что мы делаем, мы стараемся отобрать наиболее мощные форматы. Например, у клиента есть ролик, который выстрелил, и мы говорим, слушай, а не могли бы мы делать такие же ролики дальше? Выстрелил, например, челлендж какой-нибудь. Давай делать челленджи. Если у клиента ничего не выстреливало никогда, и все ролики стрёмные, мы смотрим конкурентов и берем те форматы, которые у конкурентов популярны. Часто берутся форматы с запада. Мы тоже в своей работе используем заимствование, скажем так, идей из каких-то западных источников. Тем не менее, это могут быть и источники в России. То есть, если какой-то проект набирает миллион просмотров, то логичнее делать то же самое, чем придумывать что-то новое и изобретать велосипед. Это 2 фактора, которые мы начинаем, когда лечим болезнь, мало просмотров. Второй фактор, который мы используем, это настройка органики. То есть, мы стараемся получить больше органического трафика на канал. Вот сейчас появится ссылка на видео, я уже об этом говорил. Посмотрите, чтобы я сейчас просто не повторялся. Или мы настраиваем рекламную кампанию в зависимости от бюджета клиента. Оптимально и настроить органику, и настроить рекламную кампанию. Но, естественно, чаще всего, когда бюджет маленький, мы настраиваем только органику. То есть, это, по сути, такое партизанское YouTube-продвижение, сторонником которого я и являюсь. Следующий важный момент. Нужно понимать, какая у вас ниша. То есть, какие люди смотрят этот контент, что они могут купить потенциально. Простой пример. На вашем экране две картинки. Одна с игрой Minecraft, другая с девушкой. Да, девушка у нас символизирует тематику. Там, женский фитнес. Как думаете, какой канал делать выгоднее? Женский фитнес или Minecraft? В базовом случае, да, многие ответят Minecraft, потому что это более популярная игра. Но, если присмотреться внимательнее, женский фитнес – это тематика, которая намного больше денег. У меня есть клиенты и по этой тематике, и по этой тематике. Я могу сказать, что за 10 тысяч просмотров в тематике Minecraft максимальный заработок у нас составлял 1000 рублей. За 10 тысяч просмотров в тематике женский фитнес у нас с одного ролика заработок составлял 300 тысяч рублей. Я могу даже скриншот статистики в одном из следующих видео привести. То есть, естественно, это продажа своего продукта, но, тем не менее, сравните аудиторию. Тут 10 тысяч человек посмотрело, и тут 10 тысяч человек посмотрело, да. Но в какой нише есть более результат, в какой нише можно больше заработать, ну, в общем, на простом примере вам рассказал. Следующий важный момент – люди не зарабатывают денег, потому что не понимают, как и что продавать. Первый способ что-то продавать – это свою экспертность. Если вы в чем-то специалист, если вы в чем-то разбираетесь и рассказываете это с помощью YouTube, то вы можете на этом заработать. Простой пример. Если вот лично ты сейчас смотришь мое видео, у тебя какие-то проблемы с каналом, он у тебя не растет, ты не знаешь, как настроить рекламную компанию, не умеешь делать семантическое ядро, ну, не понимаешь, но хочется, можно обратиться ко мне в личные сообщения и получить мою персональную консультацию, например. То есть, я таким образом продаю свою экспертность. Многие делают как? Они надеются, что кто-то сам к ним придет и скажет, «Ой, Матвей, я хотел бы у тебя купить консультацию». Это бывает очень редко. Нужно сказать, «Да, у меня есть такая услуга, я с этим помогаю». Простой пример. Каждый может, наверное, заработать в любой тематике. Есть парень, который там фермы для майнинга криптовалют, консультирует по ним. Есть знакомые, которые на гитаре учат играть. Девочку мы продвигаем, которая китайский язык преподает по скайпу, японский язык преподает по скайпу, девочку продает. То есть, вариантов полно, огромное количество. Еще один важный момент – продавать рекламу. Многие не умеют думать, что достаточно просто там сделать канал и рекламодатели сами прибегут. Это бывает очень редко на очень большие каналы. Я сейчас расскажу, продавать рекламу больше. И еще один способ – краудфандинг. Я надеюсь, что сейчас мой сотрудник, который будет все это монтировать, вставит ссылочку уже там, или в описании будет ссылка на краудфандинг. В описании точно будет ссылка на краудфандинг. Подсказки она будет. Вот как мы сделаем. Подсказка будет с этого угла, по-моему. Кстати, там все время наоборот. Ну, в общем, я путаюсь, но будут подсказки, будет ссылка в описании. Не знаю, что такое краудфандинг. Посмотрите, там 100 тысяч рублей из ролика можно зарабатывать. Если вы сделали интересный краудфандинг, конечно. Окей. Что нужно сделать, чтобы продавать рекламу? Первое – понятный прайс-лист. Я считаю, что есть, в принципе, три варианта прайс-листа. Это сделать сайт, вот как здесь, да, где будет расписано, сколько у вас стоит реклама. Второй способ – сделать табличку в Excel, но чаще всего используют Google Talks. Очень удобно. Можно кидать ссылку, человеку видно, да, сколько стоит, сколько секунд и так далее. Это очень удобно. Или в своей группе ВКонтакте тоже можно написать. Используйте любой удобный вам способ. Помните, что YouTube не очень хорошо относится, когда вы у себя в описании канала вписывать, сколько стоит реклама. По вопросам рекламы обращаться сюда писать можно, а вот цену на рекламу не рекомендую, бывают с этим проблемы. Еще один важный момент – должен быть контакт. То есть я увидел ваш канал, захотел купить рекламу, я должен вам куда-то написать. Это должно быть как можно больше контакта. Если вы хотите оставлять свой личный телефон, можете это сделать, я так не делаю, конечно. Просто мне слишком много людей позвонило, писало. А у меня это страница ВКонтакте и это почта. Мне этого хватает. То есть больше всего клиентов приходит так. Должны быть минимум два источника, в которых вы отвечаете. Естественно, если у вас только Твиттер и Одноклассники, я, например, написать вам не смогу. Поэтому должны быть… Я рекомендую электронную почту плюс какую-то социальную сеть. Это оптимальный формат, который подходит для всех. Сидите в двух социальных сетях, делайте на две. Ссылки, ничего страшного. Еще один важный момент – тактика охотника. То есть вы сами начинаете искать рекламодателей. Я не рекомендую писать физическим лицам, потому что у них часто нет денег, для них это сложно. Я рекомендую просто тупо. Мы так делаем каждый Новый год, когда нужно найти рекламу для клиентов. Например, хотите вы рекламировать мышки Razer? Вы вводите «Купить мышку Razer». Смотрите вверху, есть какие-то магазины, которые покупают рекламу. Понятно, что здесь есть магазин озон.ру, есть магазин Эльдорадо, они очень крупные. Вряд ли они будут с вами сотрудничать на старте. Но, полистав вниз, а здесь 72 миллиона результатов, 72 миллиона магазинов, видимо, да, или там страниц магазинов предлагают вам купить мышку Razer. Пишите магазинам из второй десятки, из третьей десятки. И, как показывает наша практика, из 50 писем хотя бы на 4 отвечают, и один заказ мы делаем. Таким образом, 50 писем за день написать по типовой форме, да легко это можно сделать, не особо напрягаясь. То есть, здесь нет какого-то нонсенса, какой-то там, я не знаю, за 2 часа это делается. Если вы за 2 часа будете продавать одну рекламу, а реклама у вас стоит хотя бы 2-3 тысячи рублей, ну, в общем, на это уже можно жить. Пробуйте делать так. Напоследок, понятно, что много еще всего можно рассказать, но я знаю, что длинные ролики сейчас не смотреть, тяжеловато. Небольшой лайк-аукцион. Если этот ролик наберет 250 лайков, я сделаю видео трехмесячный план запуска YouTube канала. То есть, я прям по полочкам, по фактам, вот, первая неделя, второй день, третий день, что делать, если запускаешь YouTube канал с нуля, или реанимируешь канал, который не работает, я прям вот так вам по шагам расскажу. Спасибо, что посмотрели, ставьте лайк, 250 лайков, новый ролик. Если есть любой вопрос, нужна какая-то помощь по YouTube, обращайтесь, я занимаюсь этим уже 5 лет, есть огромное количество примеров, отзывы есть по моей работе, по ссылке, соответственно, в описании. Спасибо, что смотрели, удачи вам, ссылка на личку тоже есть в описании. Пока-пока.